Раскоронованный шакра молодой сбежал из колонии, опасаясь за свою жизнь. Покушение готовили спецслужбы, с которыми он был близок, по версии россиян. Чтобы избежать незавидной участи, экс-вор в законе выходит на связь с крайне враждебными, к нему чеченскими авторитетами, согласно информации украинских изданий. Войнахи могли стать последним шансом молодого. Во-первых, при задержании он фактически отказался от титула вора в законе, чем оттолкнул поддержку многих криминальных авторитетов. Во-вторых, его конкурент Терриэль Аняни, Таро, уже освободился и в ближайшее время официально станет главным криминальным королем в СНГ. А, в-третьих, он оказался между молотом и наковальней в борьбе российских спецслужб за сферы влияния, о которой не раз заявляли в СМИ. Согласно предположению издания Лента.ру, шакра молодой привлек спецслужбы своими незаурядными способностям еще в 2004 году.